Сегодня утром нам позвонили из администрации Пшехского сельского поселения. Сейчас там в рамках работ по расчистке русел малых рек проводится их обследование, а также оценка санитарного состояния прилегающих к ним лесополос и дорог. Нам предложили поучаствовать в рейде. Эта дорога ведущая к двум хуторам поселения Терновому и Фадеевскому. Вдоль дороги протекает речушка Абазенко. Сейчас русло реки сухое. Именно его облюбовали нарушители санитарного порядка, которые выбрасывают сюда мусор. Сравнительно небольшие административные штрафы или вообще безнаказанность способствуют тому, что люди выкидывают пакеты с бытовыми отходами, строительным и другим мусором, совершенно не задумываясь о последствиях. Ни для природы, ни для себя. А ведь зачастую мусорный пакет, что открытая книга. Вот фамилия, вот адрес. Морова, дом 6. Это, скорее всего, поселок Южина. Ануфриенко Александр Петрович есть? А здесь Ануфриенко Алексей Александрович. Поселок Родники, улица Верхняя, 8. Как попал сюда мусор из других поселений района, пшехцы намерены выяснить совместно с главами и председателями административных комиссий этих поселений и, конечно, с самими нарушителями. Мы обнаружили свалки, которые ежегодно появляются на одних и тех же местах. К сожалению, это происходит систематически. И вот данный рейд мы обнаружили документы двух граждан. Теперь к ним будут применяться административные меры воздействия. К сожалению, опять же, штрафы у нас всего лишь 2500 рублей за вот это. Но с другой стороны, опять же, хочется задаться вопросом. Вывоз мусора стоит в районе 60 рублей в месяц. Это будет вывозить с вашего двора. Двигаемся дальше к хуторам. Под этим мостком тоже с завидной чистотой появляются уже не пакеты, а мешки с мусором. И наполнение все тоже. От бытовых отходов до растительного мусора. Казалось, уж луковую шелуху да опавшую листву можно утилизировать на собственном участке. Это ведь не многоэтажный сектор, а хутор, где у каждого есть свой огород. Вот и приходится администрации выделять людей, чтоб наводили здесь порядок. Так обидно, говорят, бывает. Ведь, не дай бог, речушка во время дождя из берегов выйдет. Эти же нарушители первыми побегут в администрацию с просьбой о помощи. А вот и новая партия документов с фамилиями. Осталось узнать только адрес. Выяснив место жительства нарушителей, хутор Терновый, отправляемся туда. Документы, найденные в мусоре, принадлежат этому молодому человеку в Синебелой Олимпийке. Как его мусорные пакеты попали под мост, не знает. Чтобы выяснить это, мужчину обязывают явиться на административную комиссию в администрацию поселения, где, скорее всего, будет составлен протокол об административном правонарушении с соответствующим штрафом. А вот продолжит ли он мусорить или замкнет порочный круг, покажут следующие рейды. Татьяна Шеляцкая, Сергей Гриценко. События и люди.